Здравствуйте, друзья! Тайная цивилизация Антарктиды Существование высокоразвитой цивилизации в Антарктиде стало привлекать внимание профессиональных историков после Второй мировой войны. Гипотезу подтверждают средневековые карты, исследования западных палеогеологов и галлюциологов. В январе 1820 года лейтенант Российского императорского флота Михаил Петрович Лазарев открыл новый материк на тогдашней карте нашей планеты. Известный русский энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона уже в начале нынешнего века сообщал, что южнополярный континент малоизучен, флора и фауна отсутствуют, указывал приблизительную оценку площади материка. Еще автор статьи отметил богатство антарктических вод водорослями и морскими животными. Спустя 20 с небольшим лет директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в Старом дворце султанов. Здесь на пыльной полке он обнаружил карту, валявшуюся бог весть с каких времен, сделанную на коже газели и свернутую в трубку. Составитель изобразил на ней западный берег Африки, южное побережье Южной Америки и северный берег Антарктиды. Халил не поверил своим глазам. Береговая кромка земли королевы Мот южнее 70-й параллели была свободна ото льда. Составитель нанес в этом месте горную цепь. Имя составителя Эдхему было хорошо известно – адмирал военного флота Атаманской империи и картограф Пири Рейс, живший в первой половине 16-го столетия. Подлинность карты не вызывала сомнений. Графологическая экспертиза заметок на полях подтвердила, что они выполнены рукой адмирала. 1949 г. Объединенная британско-шведская исследовательская экспедиция произвела интенсивную сейсмическую разведку с самого южного материка сквозь толщу ледяного покрова. По сообщениям командира 8-й эскадрильи технической разведки стратегического командования ВВС США полковника Гарольда Олмейера, географические подробности, изображаемые в нижней части карты берега Антарктиды, прекрасно согласуются с данными сейсморазведки. Мы не представляем, каким образом согласовать данные этой карты с предполагаемым уровнем географической науки в 1513 году. Сам Перерейс в заметках на полях, составленных в начале 16-го века, очень любезно разъяснил нам, что он сам ответственности за первичную съемку и картографию не несет, и его карта базируется на большом количестве более ранних источников. Некоторые из них начерчены его современниками, например, Христофором Колумбом, другие относятся к более давним временам и могут быть датированы IV веком до христианской эры. Не позже, так как один из источников принадлежал Александру Македонскому, жившему именно в эту эпоху. Безусловно, профессиональные историки, специализирующиеся на изучении древнего мира, вправе заявить – еще одна рабочая гипотеза. А как обстоит дело с документальными источниками, и желательно не вызывающими сомнений в их древнем происхождении? Мнение турецкого адмирала, заметки на полях – это, знаете ли, все очень спорно. Изложу позицию, к сожалению, уже покойного историка науки, профессора Киндского колледжа Нью-Хемпшир, США, Чарльза Хепгуда. Еще в конце 1959 года в библиотеке Конгресса в Вашингтоне Хепгуд обнаружил карту, составленную Орантеусом Финиусом. Датировка чертежа – год 1531, от Рождества Христова. Орантеус Финиус изобразил Антарктиду со свободными ото льда берегами, горами и реками. Рельеф центральной части континента не обозначен, что, по мнению Хепгуда, позволяло предположить наличие в этой местности ледниковой шапки. Более позднее исследование карты Финиуса доктором Массачусетского технологического института Ричардом Стрейченом в первой половине 60-х годов совместно с Хепгудом позволило установить, что Финиусом действительно изображены свободные ото льда берега Антарктиды. Общие очертания и характерные особенности рельефа очень близки к тем сведениям о скрытой подо льдом поверхности материка, которые были картографированы в 1958 году специалистами из разных стран, в том числе и из СССР. Кстати говоря, доверительно относился к свидетельству Орантеуса и Герард Кремер, известный всему миру под именем Меркатора. В 1959 году он включил карту Финиуса в свой атлас, где есть несколько карт Антарктиды и самого Меркатора. К тому же здесь есть одна интересная особенность. На карте Меркатора составленной в 1569 году западное побережье Южной Америки изображено менее точно, чем на более ранней карте того же Меркатора в 1538 году. Причины этого противоречия в следующем. При работе над ранней картой картограф XVI века основывался на древних источниках, не дошедших до нас, а над более поздней картой — на наблюдениях и измерениях первых испанских исследователей Запада Южной Америки. Ошибка Герарда Меркатора извинительна. В XVI веке еще не существовало точных методов измерения долготы и, как правило, погрешность составляла сотни километров, то есть от двадцати и больше. И, наконец, Филипп Буаше — действительный член Французской академии наук. В 1737 году он опубликовал свою карту Антарктиды. Буаше дал точное изображение того времени, когда Антарктида была совершенно свободна ото льда. На его карте представлена подлёдная топография всего континента, о которой наше человечество, считающее зарождение своей цивилизацией не ранее 4-го тысячелетия до Рождества Христова, не имело полного представления вплоть до 1958 года. Более того, основываясь на утраченных ныне источниках, французский академик изобразил в середине самого южного материка водное пространство, разделяющее его на два субматерика, лежащие к западу и востоку от линии, где теперь показаны трансантарктические горы. Исследования по программе Международного геофизического года 1958 утверждают, что самый южный континент, который на современных картах изображается единым, на самом деле является архипелагом крупных островов, покрытых льдом толщиной не менее полутора километров. Подведём первые итоги. Средневековые карты показывают Антарктиду без ледяного покрова или сохраняющую частично ледяной покров. Точность картографических оценок XVI века очень высока и по ряду позиций удивляет. Их данные превосходят технические возможности даже позднего средневековья, например, определение долготы подлёдного в настоящее время рельефа с точностью до минуты. В самом лучшем случае подобный уровень инженерии нашего человечества соответствует последней четверти XVIII столетия, а по многим вопросам данные о подлёдном рельефе лишь в середине нынешнего века. Трактовки историков-медиевистов, специалистов по средневековой истории о географических картах Рейса, Финиуса и Меркатора по Антарктике нельзя признать убедительными. Прокомментировать столь высокий научный уровень картографов в средневековье медиевисты отказываются. Сведения о почти двухтысячелетней давности первоисточников карты Рейса считаются документально необоснованными. Мнения современных картографов, базирующиеся на строго научных оценках в области естествознания, полагаются малокомпетентными. Ортодоксальная геология соглашается с такой постановкой вопроса, утверждая, что возраст антарктических льдов может быть оценен не менее чем в 25 миллионов лет. Правда, в последние годы эта хронологическая рамка снизилась до 6 миллионов, но и подобная корректировка уже успела приобрести жесткий академический характер. В таком случае отметим следующую особенность карты Рейса. Ото льдов свободна береговая кромка материка. На карте Финиуса, составленной через 18 лет, после карт Рейса сохраняется ледовая шапка вокруг Южного полюса в пределах 80-й местами 75-й параллелей. Академик Буаше 200 лет спустя изобразил Антарктиду безо льдов. Вывод, я полагаю, напрашивается сам. Перед нами процесс оледенения поверхности самого южного материка. В 1949 году экспедиция адмирала Берда проводила бурение на море Росса, примерно в тех местах, где Оронтеус Финиус указал русло рек. В разрезах кернов были обнаружены слои мелкозернистых пород, хорошо перемешанных отложений, принесенных в море реками, и истоки которых расположены в умеренных широтах, то есть свободны ото льда. Используя радиоактивный метод датировки, разработанный доктором Ури, ученые Института Карнеги в Вашингтоне сумели установить с достаточной точностью, что антарктические реки, являющиеся источниками этих мелкодисперсных отложений, текли, как показано на карте Финиуса, примерно шесть тысяч лет назад. Только после этой даты, около 4000 года до Р.Х. на дне моря Росса стали накапливаться осадки ледникового типа. Керны указывают, что тому предшествовал длительный теплый период. Таким образом, карты Рейса, Финиуса, Меркатора дают нам представление об Антарктиде примерно времен зарождения египетской и шумерской цивилизаций. Подобная точка зрения практически всеми профессиональными историками планеты исключается. Мой вывод в лучшем случае будет засчитан как рабочая гипотеза, не поддающаяся исторической проверке. «Таких цивилизаций на нашей планете в конце V тысячелетия до Р.Х. не существовало», заявит любой историк-специалист. О мнении израильского доктора Джекоба Хока из Иллинойского университета, что отложения речного характера имеют возраст от 6 до 12 тысяч лет, считают настоящего времени отошлют для обсуждения с палеонтологами или палеобиологами, чья деятельность опять же выходит за рамки науки истории и не может способствовать непосредственному изучению нашей высокоразвитой и уникальной цивилизации. Но в сентябре 1991 года, в 13 километрах от Нила в Абидосе, американские и египетские археологи обнаружили 12 больших деревянных лодок, принадлежащих фараонам первой династии. Возраст этих плавсредств определяется примерно в 5 тысяч лет. Они считаются одними из самых древних судов в мире, полагает Де О'Коннер, руководитель экспедиции и научный сотрудник Пенсильванского университета. Пока находка оценивается традиционно. Лодки предназначались для культовых обрядов. Геродот еще в V веке до Р.Х. утверждал, что египтяне занимались наблюдением звезд в течение более чем 10 тысяч лет. Это положение у отца истории считается эзотерическим, то есть тайным, келейным, а в силу подобного – неистинным. Но сухопутные нации редко рождают астрономов. Быть может, увлеченность древних египтян астрономией – свидетельство о некоем научном наследии от неизвестного нам народа мореплавателей. Кстати, сотрудники технической разведки ВВС США определили центр проекции карты Пирирейса. Данные Кои относятся к 4000 году до Р.Х. Предположительно, центр находился около сегодняшнего Каира. В это время, по мнению абсолютного большинства историков, все тогдашние народы мира находились на крайне примитивном уровне развития. Итог 2. Между пятым и десятым тысячелетиями до Р.Х. на планете Земля существовала цивилизация людей, обладавшая высокими знаниями в области навигации, картографии, астрономии, никак не ниже уровня последней третьей XVIII века. Эта цивилизация предшествовала нашей, а не являлась отнюдь инопланетным продуктом. Длительность ее развития также может насчитывать, как и наша цивилизация, несколько тысячелетий. Местонахождение – предположительно северное побережье самого южного материка или архипелага крупных островов Антарктиды, находившегося тогда в условиях умеренного климата. В более поздние годы – северо-восток африканского континента. Причины исчезновения цивилизации – процесс оледенения Южной Земли, начавшейся не ранее 10-го тысячелетия до Рождества Христова. Нельзя исключить и крупномасштабные наводнения, достаточно устойчивые, приведшие к длительным локальным потопам, наличие которых археологи не отрицают. Подобные бедствия могли уничтожить абсолютное большинство комплексов материальной культуры протоцивилизации. Вполне возможно, что часть ее находится под толщей антарктических льдов. Но в качестве серьезной рабочей гипотезы уже сейчас может быть принято положение, что спасшиеся представители протоцивилизаций Южан сохранили и передали часть знаний древним египтянам, предположительно параллельно и шумерам. Автор статьи Sorcerer Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.